Всем привет, с вами Дэн и у нас новиночка от Акватика. Давайте открывать коробку. Здесь у нас деревянная. Смотрите, какая красотулечка бронзовая и ремешочек тут прям кайфовый. Так, ну, о, да тут еще и в комплекте есть и натовский ремешочек. Отлично. Значит, карточка у нас гарантийная и инструкция. В общем, все. Закрываю коробку и уже переходим к главному блюду, а именно, конечно же, часа. Так, значит, а, у нас здесь пленочка. Пленочку я сейчас сниму, а потом уже продолжу. Ух, красавчики. Ну, бронза, синий цвет всегда красиво, а здесь у нас еще и градиент. Причем градиент хорошо так и выражен. Центральная часть светлая, прям светло-синий и почти черный по краям. Ну, а разметка, конечно же, здесь такая классическая в стилистике немецких пилотов второй мировой. Есть, кстати, разные цвета, но мне вот синий понравился, мне кажется, синий классный. Такое очень свежо смотрится, да. С одной стороны, понятно, вот эта вся цифровая шкала, там, минутная. Вторая внутри шкала, да, 12 часов. А вот с таким градиентом, с синим цветом, он все равно очень современно смотрится. Круто. Бронзовичок такой хороший, классический, луковичная, немножко приплюснутая головка. Сапфир с внутренним антибликом, здесь стекло плоское. Сзади, кстати, тоже есть сапфировое стекло, сейчас все проверим. А, как видите, здесь Тайтси и КНХ-35 у нас. Дата есть, дату отметки 3 часа. Сразу в глаза не бросается, ну, поэтому для меня окей. 300 метров водозащиты для пилотов это, ну, прям вообще превосходно. Корпус, как сказал, бронза. Бакли здесь бронза. Ремешок в комплекте идет кожаной ручной работы. Тоненький такой, приятный, с хорошей прострочкой. К сожалению, нет системы быстрой замены. Но ремешок неплохой. Ремешок неплохой, и он подходит к бронзе, к этой стилистике. Когда плотиной немножко покроется, бронза будет еще прикольнее. Ну, молодцы. Кстати, номер 9999. Здесь каждая версия будет по 99 штук сделана. И на официальном сайте эти часы стоят примерно 360 долларов. Ну, без всяких скидок, без всяких купонов. Хочу сразу, кстати, раз уж мы про сапфир заговорили, спереди, сзади. Давайте попробуем. О-хо-хо-хо, всю шкалу выбил. Рекорд, новый рекорд. Здесь, и здесь сапфир, и здесь сапфир. Все, крутяк. Так, значит, по размерам. Потому что часы пилотские, и всегда размер здесь важен. 43 с небольшим. Ну, кстати, для пилотов это прям такой, я бы сказал, средненький размер. По высоте 13,2. Если мы говорим про ремешочек, 22. И от ушка до ушка. Ушки достаточно длинные, тонкие 52. Поэтому учитывайте ваши габариты, что называется. У меня 18,5. Ну, я считаю, что это вот прям впритык. А впритык, да, может быть, еще на 18 они сядут. Меньше лучше выбирать. Если ваше запястье меньше, чем 18, лучше выбирать какую-то другую модель. У Акватика, у тех же, да. Потому что, ну, будет крупновато. Хотя, если вы позволяете себе такой пилотский, авиаторский стиль. А пилотские часы, это практически всегда, если мы говорим про классику. Это такой мощный оверсайз. Потому что есть и по 47, есть и по 50, да и по 55. Кожаная куртка, бронза, тепло. Тут, ну, все такое, сами понимаете. Кто любит эту тематику, эту эстетику, тот понимает, почему всегда оверсайз. Я, кстати говоря, мне просто стало интересно заранее. Решил притаранить еще вот такой ремешочек. Кстати, с кожей Hornwind. Американской, да. От Staller, немецкий. Хорошая фирма, кстати говоря. Уже несколько ремешков у меня от Staller есть. И я считаю, что по соотношению цена-качество, это прям крутяк. Они, в принципе, очень схожи с Хиршем. С немецким же. Но Хирш намного более дорогие ремешки. А Staller все-таки, вот они, я их брал на Яндекс.Маркете. Где-то примерно за 3000 рублей. Но там на Яндексе, понятно, еще и баллы всякие, да. Копишь, скидосики получаешь. Поэтому в итоге, если что-то регулярно покупаешь на Яндекс.Маркете, то довольно-таки выгодно и значительно выгоднее, чем вот цена, которая изначально заявлена. Поэтому, ну, слушайте, 3000, считайте, даже меньше, чем 3000. И ремешок, вот это я понимаю, а. Это шикарно. Ну да, кожа Hornwind. Это супер. Прострочка заявлена ручная. Очень мягкий ремешок. Мне нравится, когда снизу у нас идет как раз вот это вот, сверху кожа, да. Здесь силиконовая подкладка. Чистить проще, удобнее. Особенно летом, когда пот, все такое. И у Хирш такие ремешки есть. А Staller их делают, ну, прям в разы дешевле. В несколько раз дешевле. Здесь есть система быстрозамены, что я считаю в нынешних временах уже необходимая такая тема. Есть еще, кстати, запасные вот эти вот тренчики, по-моему, да, они называются. Тоже хорошо в комплекте, в общем, комплект такой богатый, богатый, да. Ну, вот здесь ремешок, конечно, просто пушка вообще, просто пушка. Шикарный, шикарный. А, а, мне кажется, что вот этот ремешок хорошо подойдет, когда бронза у нас свеженькая, да, как сейчас. А вот этот уже такой коньячный, да, этот такой цвет получается, он подойдет уже, когда патина появилась. Поэтому я как раз специально вот так вот и прибрал. Ну, в принципе, можно будет менять и пробовать. Вот ссылку тоже оставлю в описании к ролику, кому интересно, смотрите. Ну, и у нас в комплекте, конечно же, есть еще и, кстати, с покрытием здесь, да, с покрытием таким золотистым. Но под бронзу это точно подойдет. Это здорово, акватик, спасибо. И здесь синий, у нас под градиент. Под градиент. Ну, тоже хорошо, тоже хорошо. Тоже шикарно. Я люблю натовские ремешки, так что, ну, короче, к этим акватика у меня теперь есть просто вообще все. Хорошо. Так, и, значит, что у нас с весом? Что у нас с весом? С весом у нас 95 грамм. Отлично. На каждый день самое то. Кстати, пишите в комментах, кто у нас реально любит бронзу, кто не любит бронзу. Почему-то многие всегда пишут такие опасения. Мне кажется, вот будет там пачкать рубашку, еще что-то. Ну, конечно, будет, да. Это, опять же, зависит от вашей кожи. У кого-то сильнее пачкается, у кого-то менее сильно. Но я считаю, что, по крайней мере, раз в жизни надо попробовать бронзу. Она может либо зайти, либо не зайти. Ну, вот у меня получился третий вариант. Я не то чтобы фанат прям бронзы, но время от времени хочется, знаете. И время от времени прям хочется вот этой вот теплоты такой, да, ламповости. В общем, вот так. Ну, тем более, задняя крышка, как правило, делается практически у всех часов стальная. Поэтому точка соприкосновения с запястьем, она минимальна. Обычно это немножко ушки, иногда заводная головка в зависимости от часов. Понятно, в жару, летом, когда пот течет ручьем, никто бронзу не носит. И, соответственно, меньше будет воздействия. Ну, и белое. Белое не надевать, что называется. Значит, как мы уже с вами разобрались, здесь корпус классический. И он полностью с сатинированием, за исключением маленькой вот этой полосочки внизу ранта. Она с зеркальной полировкой. Понятно, что патиной потом все покроется, будет все совсем по-другому. Но сейчас часы выглядят очень так нарядненько, особенно с синим, да. Ну, и заводная головка. Здесь, в общем, все сделано правильно. И акватика здесь вот как бы не стали городить огород, а сделали по классике, как нужно. Я считаю, что для такого пилота это именно самое важное. А вот с циферблатом здесь немножко, да, его сделали, освежили. И мне нравится такой формат, потому что, ну, унылые черные постоянно, пилоты все черные. Это тоже, наверное, не мой вариант. Хочется разнообразить. Стекло чуть возвышается над корпусом. Где-то на миллиметрик, наверное. Все печать, да, как по канонам. Стрелки, опять же, у нас такие вот с сатинированием. С сатинированием и щедро залиты суперлюминовые. Да, здесь суперлюминова BGW9 у нас на метках и стрелках. Ну, что ж, самое время посмотреть мак. Так, метки, стрелки. Кстати, незаметно было, а оказывается такие достаточно объемные. То есть здесь люминова толстым таким выпуклым слоем нанесена на метки. И вот на треугольничек. И симпатичные, симпатичные. И стрелочки симпатичные. Мне прям нравится. Слушайте, ну вот эта деталь крутая. Очень редко так делают. И обычно дорогие часы делают, когда объемное вот это покрытие идет на метках. Здесь оно есть. Причем издалека кажется, что все плоское. А нет, а нет. Слушайте, ну это прям плюсик. Плюсик в карму Акватика. Круто. Ну и задняя крышка, да. Здесь кастомная такая окраска ротора от Сейка. Ну окей. К тому же здесь все-таки даже еще и сапфирчик поставили. А это всегда приятно. Ну что скажу по итогам. Хороший пилот. Хороший бронзовый пилот. С интересными циферблатами. В плане той самой расцветки. Мне нравятся. Отличные характеристики. Здесь и водозащита, и сейковский механизм, и настоящая бронза, и два сапфира. Вопросов нет. Плюс еще и ремешочек в комплекте кладут. И если мы говорим про цену. Ну там 360, да. Это чуть больше, чем 30 тысяч рублей. Но опять же где-то можно вылавливать всякие купоны, скидосы. Так что цена тут очень-очень приятная. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся. Продолжение следует.